Музыка Катюша выпускает эти 16 снарядов за 8 секунд. Но у них метода какая? Они выезжают на огневую позицию, дают залп за 8 секунд и моментально выезжают. Потому что их сразу засекают немцы. И вот этот участок, где они снимали, откуда они давали залп, начинают обстреливать. Николай Михайлович Королев. Преподаватель кинотехники с 1948 по 2003 год. Со студенческой скамьи ушел на фронт и всю войну был шофером полуторки. Во время блокады Ленинграда доставлял по дороге жизни в город кровь для больных и раненых. Освобождал Украину, Румынию, Венгрию и Австрию. Дошел до города Вены. Был командный пункт нашего полка артиллерийского. Они приехали, никто не знал, что они должны быть. Они приехали, дали залп уехали. А нас начали обстрелить. Короче говоря, бои начались примерно 23 января и закончились только 2 февраля. И вот эти кошмарные времена, это даже не передать вам. Это мы и не спали, и кое-как, и холод, и голод. И когда поднесут, когда поднесут покушать, что-то покушать, все. Борис Александрович Смирнов, блокадник Ленинграда, получил множество ранений во время войны. Сражался под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Кавказ и Украину. Награжден Орденом за отвагу и медалями за оборону Сталинграда, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Одного моего убива, третьего номера, второго ранило. Я сам был тоже в таком состоянии, что и... Ну и закончилось все хозяйство примерно 2-3 февраля. Люди для того, чтобы выжить, продавали самое ценное. Помню, мама у отца была, вообще был охотник, перламутровое ружье, двухствольное, знаете, старое охотничье ружье, инкрустированное перламутром. Громадная, конечно, ценность. Вот, как сейчас говорят, это антиквариат. А в то время она пошла на рынок и принесла, выменила на 2 буханки хлеба. Ну и спасли жизнь. Конечно, жизнь важнее всех этих ценностей, которые, вот, никакое сравнение не шли с этим жизнью человека. Олег Андреевич Саламе. Был пятилетним ребенком во время блокады Ленинграда. Тем не менее, многое из ужаса того времени врезалось ему в память. Бомбежки, заклеенный крест-накрест окна, походы в бомбоубежище, вой сирен и голод. Героизм человека составлял в том, конечно, что он просто боролся за свою жизнь, вы понимаете? Он вынужден был бороться за свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok